МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было знаковое и яркое событие, которое прекрасно осветил канал «Россия-1-24». Я удивлен, почему остальные проигнорировали то действие, на котором мы все держимся. Без дружбы, взаимопонимания и поддержки мы не в состоянии уверенно смотреть вперед и развиваться. Мы продолжим эту серию наших крупных мероприятий, посвященные нашей победе на Орловско-Курской духе. Затем проведем крупные мероприятия в Беларуси и затем состоится Всемирный форум 1-3 декабря. Здесь у нас, в Москве, в котором примут участие около 150 делегаций со всего света. К слову сказать, мы провели переговоры, и они нас поддерживают и по Крыму, и по Донбассу. Я хочу, чтобы «Единая Россия» обратила внимание, что левопатриотические силы успешно работают на операцию, которую объявил президент 24 февраля. Борьба против нацизма, бендеровщина и фашизма. Советую вам посмотреть наш фильм «Объединенная Европа против СССР». Он будет весьма полезен каждому, кто хотел бы разобраться, что происходит в современном мире. Сейчас встретились с Мантуровым Денисом Валентиновичем, министра которого мы давно знаем. Он уже проработал более 10 лет. Когда он пришел в Министерство, его первое появление во фракции произвело приятные впечатления. В силу того, что он сказал, я открыт для диалогов, готовьте ваши программы, мы их внимательно рассмотрим. И все, что связано с развитием отечественного производства, активно поддержим. Он придерживается этой линии и до сегодняшнего дня. Надеюсь, что получив новый статус министра и одновременно вице-премьера, он будет более эффективно работать по реализации той программы, которую мы ему помогали готовить. Эта программа представлена правительством и рассчитана на ближайшие фактически 15 лет до 1935 года. Что его отличало и отличает? Прежде всего, абсолютно конструктивный подход, исходя из реализма. Он получил наследство 27 министерств от Советского Союза и отвечает за всю линейку промышленности, торговли, обслуживания. Когда мы ему предложили познакомиться с нашими народными предприятиями, продолжить тот опыт, который был заложен Примакову-Маслякову, он с удовольствием согласился. Он не только согласился, но и посетил Мариэл, ознакомился, как работает наше лучшее предприятие из Вениговской, у которого сегодня более 800 одних магазинов, обслуживает 13 регионов, выпускает продукцию по советским стандартам и регулирует цены, не позволяют подскакивать ценам даже в этих сложных условиях. Должен сказать, он послал свою комиссию, и сегодня наша практика, передавая лучшее, активно используется этим министерством. Надеюсь, что это послужит нормальному регулированию цен на товары первой необходимости в соответствии с тем проектом закона, который Кашин, Коломейцев, Харитонов, наши команды внесли в Государственную Думу. К сожалению, Единая Россия этот закон пока отвергнут. Но мы показали, как он работает в ходе формы дружбы. Родина Казанкова, там, где осталось несколько домов, мы приехали к президенту Мениханову, он сегодня глава, но он очень умный и толковый человек. И предложили вложить капиталы, которые заработаны народным предприятием, в эту родину Казанкова. Мы там построили великолепные фермы, чудные предприятия, хорошо работает сырозавод, великолепная школа, более 100 ребятишек, уже классный детский сад. Заложили парк, посвященный столетию образования СССР. И под космическим символом, на котором к нашей ракете «Восток», на которой летал Гагарин и Николаев, продемонстрировали на празднике Уявы, это народный праздник чувашского народа, как можно реализовывать в новых нынешних условиях эту гениальную идею. Слово сказать, министерство активно поддерживает наши народные предприятия. Когда мы построили лучшую школу в совхозе имени Ленина, то пригласили Мантуров посетить эту школу и взять шефство, заложить в этой школе инженерные классы на будущее. Сегодня не хватает на всех заводах инженеров, сегодня отказались от баллонской системы, сегодня инженерные кадры являются самым большим дефицитом на всех предприятиях. Мантуров не побоялся, приехал в эту школу, открывал ее, отстроили 10 классов, в том числе и 4 инженерных по робототехнике, станкостроению, электронике, космосу, авиации. И прочитал лекцию на тему «Будущие перспективы нашей науки и промышленности». Мы считаем, что эта тема может быть развита этим министерством на будущее, потому что на встрече последней с президентом он особо подчеркнул, заявил о том, что в социализме немало было хорошего, весь вопрос чем насытить, какова роль государства. Вот мы считаем роль государства, прежде всего, должна быть направлена на поддержку высоких технологий, подготовки кадров будущего. Вот такого рода школы, как у нас в совхозе Ленина, реализуют эту прекрасную программу и министерство Мантурово активно поддерживает эту программу. Мы считаем, что для нас исключительно важную роль имеет задача новая целина и новая индустриализация. Но для этого надо соединить целину индустриализацию. Мы это сделали на Кировском заводе, который отбили у бандитов, после пожара полностью восстановили. И Суланов не нашел тогда денег для восстановления лучшего предприятия. Мантуров нашел по линии своего министерства и промышленного фонда, уложили, приглашаем вас посмотреть. Кировский завод сегодня предприятие мирового класса, оно не зависит от иностранных поставок, полностью локализовано производство одного из лучших тракторов, который активно работает на наших предприятиях. К слову сказать, в ходе праздника, который мы организовали в Хозангаевском, мы выставили 100 с лишним единиц техники под красными флагами, которые созданы великой советской страной за последнее время. К сожалению, некоторым телевизионщикам не хватило храбрости и смелости показать, что можно сделать, если дружно и эффективно работать на наших предприятиях и на нашей земле. Но я надеюсь, что министерства и ведомства, работа которых будет координировать Мантуров, поддержат эту идею. Почему? Потому что мы только по линии Минсельхоза и Министерства сельхозомашинстроения прибавили за последние годы 28%. Единственное министерство, которое дало такой прирост в условиях санкций и чрезвычайной ситуации. Фракция обсудила, задала ряд вопросов. Коломейцев сейчас будет выступать от имени фракции. Мы считаем, что есть смысл поддержать Мантуров в новом качестве, потому что он в состоянии тогда более эффективно координировать работу всей промышленной и промышленно-индустриальной политики, подготовки кадров, что для страны на сегодня крайне важно. Пожелаем ему успехов и его команде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова